Давайте поговорим о нашем теле как инструменте раскрепощения, как инструменте, который позволяет быть здоровым. И вот этот фильм, фильм о психосоматике, вы уже смотрите ряд роликов бесплатно, которые помогают вам понять, чем же занимается психосоматика и как она помогает быть вам здоровыми. Так вот, этот ролик направлен на то, чтобы убедить вас в том, что проблемы нашего тела зависят не только от того, что вы съели или получили какую-то инфекцию, но и от проблем нашего мыслительного аппарата, от нашей внутренней речи, о нашей внутренней карте мира. Мы с вами уже говорили о карте мира в других роликах. А сейчас я вам хочу сказать, что вот в западной культуре, вот в той культуре, в которой мы живем, которая была создана в Европе и развивалась цивилизация, ее сейчас в основном приняла, в отличие от восточной культуры, вот в западной культуре есть некоторое пренебрежение к своему телу, вот отрицание телесно-психологического функционирования этого тела. Вот человек относится к своему телу как к какому-то объекту. Потому что вот его восприятие, мышление, эмоции, убеждения, они подвергаются какому-то пренебрежению со стороны и социума, и самого культурного влияния. Конечно, мы не поддерживаемся христианской аскетизму и не пренебрегаем своим телом, и, как говорится, не измываемся над ним. И с начала 20 века у нас возник даже культ тела. Культ тела был и в Древнем Риме, то христианство. Но и сейчас есть культ тела. Это физическая культура, спорт, бодибильдинг, шейпинги, танцы. Это замечательно. Это тот физиологический образ жизни, который помогает функционированию этих органов. И я это не отрицаю. Я еще плюс к этому говорю о питании, здоровый образ жизни, это и сон включается. Но наше тело – это не машина, которой необходимо проходить ТО, которой нужно масло поменять вовремя, какие-то занятия. Наши соматические заболевания как-то не соотносятся с собственной психикой. И вот в начале 20 века возникло направление психологии-психосоматика. И это связано с именем Вильгельма Райха. Это ученик Зигмунта Фрейда. Он был первым аналитиком, который интерпретировал природу и функции нашего характера, нашего внутреннего эго, в работе с пациентами и с анализом тех симптомов, которые проявляются в теле человека. И это проявляется в позах человека, в жестах, в телосложении, в конце концов. И поэтому он нашел прямую связь между физическими параметрами человека и складом его характера. С его личностью, с историей его личности. Райх определил, что психические процессы глубоко связаны с соматическим состоянием человека. Это и между связи мышечным напряжением и некоторыми вытесненными аффектами в психике данного человека. Вот эти невротические проявления в психике и выражаются в соматических симптомах, в виде каких-то хронических мускульных зажимов. И вот эти зажимы Вильгель называл мышечным панцирем. Он показал, что мышечные и характеристики психики имеют одни и те же корни в душевном механизме человека. И могут как бы и заменять, и взаимно влиять друг на друга. Они неотделимы, они идентичны по выполняемым функциям. Они составляют этого человека и проявляются в виде мышечного панциря, теорию которого Вильгельм Райх хорошо прописал. Психоанализ изучал последствия вытеснения. Это у Фрейда было. А Райх обратил внимание на сам процесс. Вот напряженное тело приводит к неинтересной свободе, к скованности. Ну вы сами ощущали иногда, как бы сердце сжалось, руки потеют, ноги ватные становятся. И вот эти мышцы тела через нервные окончания посылают сигналы в соответствующие нервные центры головного мозга. Которые обратно посылают, вот такая вот обратная связь, напряжение у мышцы. И вот все это выглядит как признак неуверенности, неловкости. Человек закрепощен и неестественен в своих движениях. И вот в этом человеке присутствует страх. А этот страх проявляется так, что влияет на функции работы наших органов. И вот Вильгельм Райх выделил семь таких сегментов мышечного панциря в нашем теле. Эта область глаз, вы помните, иногда сдавливают глаза, даже зрение ухудшается, лоб, болит голова. Или вот рот, челюсть. У некоторых чувство глотания, перехватывание дыхания. Голос пропадает. Шея. Человек как бы задыхается, у него горит шея. Грудь. Диафрагма. Живот. И таз. Вот этот мышечный панцирь является не только существенным препятствием для личностного роста, для качества вашей жизни, но эти хронические состояния, проявления тревожности, гнева, сексуального какого-то возбуждения, они проявляются в работе наших внутренних органов. И откладывая отпечаток на работу внутренних органов, они оказывают прямое воздействие, влияние на наше тело. И влияя на наше тело, они разрушают правильную функцию работы органов. И отсюда происходят те или иные заболевания. Вот те или иные заболевания, которые проявляются от этих зажимов, лба, гортани, диафрагмы, таза, и являются той основой, на которой возникают соматические заболевания, которые регистрируются медиками, и медики дают лекарства, снимающие симптомы. Но принцип, основу этих заболеваний они не снимают. А мы с вами будем проделывать упражнения конкретно на все эти семь уровней наших мышечных панцирей и снимать эти напряжения. И тогда проявление не только симптомов, но и самого заболевания будет сниматься. Это не исключает ни в коем случае обращение к традиционной медицине, но это очень сильно помогает в работе медиков. Итак, вот я бы и закончил вступительную часть о психосоматике этими словами. И перешел бы их к конкретным упражнениям, которые даны, ну просто как бы для профилактики, для снятия зажимов не только с этих семи уровней, но и со всего тела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!